Музычко! Музычко! И никому не попасться. Вон там, по-моему, с охраняшкой. То есть, когда академик Сеченов отправляет своих близняшек куда-нибудь по делам, ну, например, со Штокхаузеном, его охраняет этот красный монстр? Как вы понимаете, в отличие от вас, товарищ Штокхаузен не способен самостоятельно добраться в нужную точку предприятия кишащего агрессивными роботами. Он требуется прикрытие. Но оставаться без охраны Сеченов не любит. Не любит. Почему? Зачем пилиш? Застрял, придурок. Он же в Советский Союз, уважай. Ему ничего не грозит. Ух ты, блядь, товарищ Малер? Думаешь, ему угрожают кремльские завистики? Скорее, кремльские конкуренты в борьбе за власть и перерывы. Когда ты собираешься подчинить себе весь мир, не стоит удивляться, что вы не знаете, желающие отобрать у тебя трон. И это будет очень могущественное желание. О, на космиче поедем. Пусть, лучше пусть Дмитрий Сергеевич будет генсеком коллектива, чем кто-нибудь другой. Начну генеральным секретарем. Ну, что-то я не уверен насчет твоего Дмитрия Сергеевича. Какой-то он сука мутный. Как это говно развернуть? Ой, кажется, меня спалили. Дергаем отсюда. Ой, как хорошо. Ой, как хорошо. Что-то она еле едет. Как эта сволочь Петров может передать информацию назад на предприятие с же введенной экстренной протоколом? Напрямую передачу Дмитрия Петрова. Ёптите, ядрить его носит. Иначе Дмитрия уже передал. Поэтому он пытается ввести в заблуждение центральную злоуправление коллективом. Это вон тот здоровенный шар, который висит в ней. Петров где-то в его районе... Олег, где-то, где-то поворот. Ещё не доехали. Экстренный протокол заблокировал всякую возможность связи предприятия 3826 с внешним миром. Преодолеть эту блокаду невозможно. Тот, кто требуется целая... Блядь, съёбываем, съёбываем. Академия последствий. Тогда на что же он надеялся? А чё он такой? Как вы наверняка обратили внимание, из всех каналов связи с международным миром... Краш-тест не прошёл, блин. Один канал всё же экстренным протоколом не подчинял. Засекреченная линия правительственной связи. Совершенно верно. Этот канал используется лично академиком Сеченом для связи с... Один раз, блин, понял. Врезался в ограждение и всё. Ни у кого. Космичу пришёл пиздец. И что задумал предатель Петро? Полагаю, он надеется ввести центральный узел в заблуждение. Выбив себя программными средствами за академика Сеченова. Вот суть. Что-то москвич вообще такой себе, блядь. Я не живой. Володя, отойди нахуй. В общем, в программировании идиоты наверняка там предусмотрена защита. Петро? Талантливый инженер-программист. Он не просто так попал на предприятие 38.96. Именно Виктор Петро... Ой, стой, 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 стой. А, коробки. Нормально, проедем. Так, где-то тут должен быть поворот. Возможно, здесь. Первый раз так далеко еду на космиче. Потому что это временное средство. После запуска коллектива 2.0, цифровые каналы связи станут бесполезны и неактуальны. Все будет передаваться через нейрополимерные волновые колебания. Двоичный код гонит в лес. О, сохраняшка. Надо сохраниться. Сейчас я Бентли свой припаркую тут. Хочет успеть нагадить, пока у него есть такая возможность. В общих чертах так оно и есть. Хотя, полагаю, у Петрова имеются и иные мотивы. К черту мотивы изменника Родины. Сколько у нас есть времени, чтобы ему помешать? Ввести в заблуждение центральный узел управления коллективом есть... Так, вы помолчите пока. Есть какие-нибудь новые чертежи? Так, имеется, 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 имеется. Требуется рецепт. Крепыш, вот. Я нашел улучшение на крепыш, но я не нашел рецепт на крепыш. Че делать? Знатоки, внимание, вопрос. Так, можно, кстати, попробовать прокачать какую-нибудь вот эту штуку. Достаточно ресурсов на доминатор. Что это такое? Я хочу! Скорострельность. Урон, правда, не очень. Тяжелая импульсная пушка, выпускающая сферы сжатого наэлектризованного полимера. После выстрела каждый полимерный снаряд удерживает форму благодаря собственному электромагнитному... Чему? Собственному электромагнитному, блядь. А вот, читать далее. Эээ... Полю. А при достижении цели взрывается с высвобождением большого количества потенциальной энергии, нася серьезный точный урон. Блядь, мне кажется, вот эта штука хорошо будет против плюща работать. Берем, конечно. Так, отправлено на склад. А потому что у меня нет места в инвентаре. Правильно? Правильно. Так, надо чем-то будет пожертвовать. Пожертвуем, наверное, дробовиком. Так, ну и давай сразу посмотрим, что мы можем на нем улучшить. А, его здесь нет. Короче, смотри. Так, вот оно на складе. Давай дроби... 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 Дроби мы тогда убираем. Дроби убираем. Патроны на дроби убираем. Так, блин, столько говна у меня интересного. Че это такое, блядь? И как оно работает? Это лечилка, да? Это лечилка. Так, вот эта штука у меня сюда. Пожалуйста, хорошо. И... А чем оно стреляет, собственно? Ладно, это мы разберемся. У меня тут патронов на калаш. Обосраться можно. Возьмем. Все. Больше не влезает ничего. Че можно скинуть еще ненужного? Да вроде все нужное как-то. Лечилка у меня тут еще. У меня тут как говна всякого интересного. Ща будем проверять новую пуху. Давай посмотрим, че он не улучшить можно. Если, конечно, че-то можно. Так, снаряды. Не можно. Не хватат. И здесь не хватат. И здесь тоже. Блин, ну оно так долбить должно нормально. Покажите мультик. А, мультика нет. Почему? И здесь нет мультики. Ну, будем щупать сейчас. Посмотрим, че за херь. А, стоп. А еще надо же себя как-то прокачать. Че-то я не посмотрел. Ну, о, да тут что-то и не прокачаешь как-то. Короче, тут вообще ничего не вкачаешь. Ну, да, тоска. Ладно, пойдем. Но есть большой плюс. То, что мы тут раньше уже были. Мы уже все открыли, все отключили. Поэтому будет намного проще. А, че я, блядь, пешком-то пошел? У меня что-то космич стоит. Сейчас тебе дрын-дрын-дын-дын. О, как меня эта тварь не спалила. Удивительно, блядь. На. До свидания. Заводи этот кусок говна. Не, кстати, клевая машина. Я когда пиздюком был, у бати такая была. Но он у меня постоянно на москвичах ездил. Ну, возможно, она была самая дешевая. Как бы жили мы не особо богато. Поэтому ху его знает. Может, он ее не любил, но ему приходилось. За них ездить. Еще один космич. Так, спокойно. Прибыли. Так. Значит. О, охренеть, они еще не работают до сих пор. Я же их отрубил. Смотри, они до сих пор стоят, тупят. А уже время неприлично-то прошло. Ладненько, пойдем. Как я предусмотрительно тут все поотрубал. Ой, блядь, камера. А, так камеры тоже, по-моему, ни хера не работают. Посмотри, кто к нам пришел. Думал, я тебя не замечу, собака. Здорово, пес. Ага, ты! Как же я устал от тебя. Скилл! О, лут. Я же говорю, он живой остался. То, что он без башки был, это как бы такое себе. Это ж типа главный главгад, но нет. Главный главгад, мне кажется, тут совсем другой человек. И вы, наверное, прекрасно понимаете, кто этот главгад. Что-то я тут не облутал, по-моему, да? Так, это поговорить. Это полутать. Ну-ка. Глупый рейтинг. Надеюсь, тому, кто его придумал, повезло не меньше моего. Да, я тоже надеюсь. А вы о чем? Да, о социальном рейтинге, не чаев. Вам-то не выкупать вы в особой категории. А нам, обычным людям, он нужен. Особенно, если мы хотим получить не обычную мысль, а продвинутую. Цвета алая звезда, например. А тебя не смутило то, что тебя эта женщина знает, знала по имени? Нахрена она нужна? Как это нахрена? Сразу видно военный. Качество. Уникальность. Чтобы у тебя было лучше, чем у большинства. Ну да. Обычные человеческие желания. И вот из-за этого я вне смеха стала специально, потому что мне для повышения рейтинга надо было всего лишь восемь часов сверхурочных. Все было бы хорошо, если бы каждая пятая сволочь МИ начала пытаться повысить свой рейтинг перед полимеризацией. И от этого случилась социальная девальвация. Рейтинг? Что-то такое в этом. В черном зеркале я видел, кажется. Что? Обесценивание труда. Все стали работать больше за бесплатную безделушку. Эх, капитализм ударил, откуда не ждали. Вы правда умерли, потому что хотели себе цацку покрасивее? Вы что, сорока? Это вы сейчас что, издеваетесь? Идите уже! Все равно я теперь всего лишь статистика. Да, на самом деле это печальная пиздец. То же самое с этими айфонами, да? Ну, не знаю. Сейчас, может, как-то поутихло, но раньше прям... Хотя, кого нахуй поутихло? Их сейчас дороже 300 баксов в Россию вроде как не доставляют. И, блядь, их сейчас будут, по-моему, скупать еще сильней. Ну, то есть телефон довольно дорогой, да? И такой телефон покупают все, блядь. Даже те, у кого на этот телефон, в принципе, нет денег. Вот вопрос логический. Нахуй он тебе нужен, блядь. Блядь, зарплатой в 40 тысяч, блядь, ты идешь, покупаешь телефон за 100 тысяч. При этом ты, блядь, живешь в съемной квартире, блядь, носишь одни штаны, блядь, 3 года и жрешь доширак. А еще и берешь его в кредит. Ну, это же долбоебизм, ребята. Вы хорошей хуйней заниматься. Живите по средствам. Ну, не знаю, я себе чтоб телефон купил за сотню, да я ебать, я за сотню, я воробья нахуй загоняю на коленках. В поле, блядь. А тут телефон за сотню баксов. Самый дорогой телефон, который я себе позволял купить, это... 20 штук, по-моему. Ну и то, блядь, я его брал в кредит на тот момент. Так, давай как их лутать. Ну, это, как мне кажется, вообще нелогично. Так, Володьки отдыхают. Покупать дорогую хрень, при том, что ты ее не тянешь. Да, можно взять в кредит, но ты же понимаешь, что ты переплачиваешь нихуевые деньги. Зачем? Возьми что-нибудь попроще, блядь. Ну, это ж ебаная звонилка. Да, я понимаю, бренд. Но, с другой стороны, нахуй тебе нужен? Бренд. Ебать пиздец. Айфон, блядь. Ну, обосраться теперь. И че, блядь. Возможно, где-то в каких-то моментах он лучше себя показывает. Ну, блядь. Основная его функция это ебаная звонилка. Ну, да, ты сейчас скажешь, ну, блядь, с такой логикой купи себе, блядь, кирпич за тысячу рублей. Вот и ходи с ним. Ну, как бы, блядь, я довольно долго ходил с кнопочным телефоном. Я поменял кнопочный телефон только году в 14-м. Ну, потому что мне нравилось. Меня устраивало. Да, как бы много полезных функций. Те же GPS, вот эти все приложения. Как бы сейчас без этого никуда. И это я прекрасно понимаю. Но, как бы, те же самые функции на тех же дешевых телефонов. И GPS, блядь. И все вот эти, блядь, маркетплейсы. И, блядь, стриминговые сервисы. Все это есть, блядь. Все приложения, все то же самое, блядь. Кстати, телефоны подешевле. У них даже зарядка, по-моему, лучше работает, чем у айфонов. Так в чем, блядь, смысл переплачивать? Я вот не понимаю. Нет, не хочу пока, подожди. Я тут пизжу. Ну, не знаю. Если я не прав, конечно, можете меня поправить. У вас может быть другое мнение. Но это лично мое мнение. То, что гоняться за брендом, это такая ебань. Ну, я не знаю. Вот у меня, допустим, Samsung. Мы покупали его за 30 тысяч. Он мне постался по наследству от жены, кстати. Вот. Как бы. Ему уже 5 лет. И он довольно-таки хорошо работает. Ничего, как бы, не глючит. Все хорошо. Да, я на нем уже менял аккумулятор. Аккумулятор работает хуево. Ну, как бы, да. Но 5 лет, тем не менее. Телефон Samsung, блядь. Работает 5 лет. Это не реклама, нахуй. Нет. Мне Samsung не платит, блядь. И вообще, как по мне, то LG лучше. Только их сейчас хуяки найдешь. Вот. Работает без проблем, без нареканий. Только единственная батарейка. Но, насколько я знаю, у айфонов тоже батарейка начинает троить уже, блядь, на второй, на третий год использования. Так что, есть ли смысл? Я вот к чему. Подумайте как-нибудь на досуге. Что, может быть, все-таки... Так, я тут все собрал. Стоит как-то жить по средствам и не надо ни перед кем выебываться. Типа, бля, у меня айфон, я крутой. Ну, блядь, мозгов-то тебе это не прибавит. И жить-то от этого лучше не станешь. Как-то так. Так, ну-ка, пойдем почитаем эту штуку. Че-то я запизделся. Так, идея на миллион. Слушайте, у меня грандиозная идея. Давайте запустим со следующим автоматическим исследовательским спутником послание. Я примерно прикинул, а нам нужен полимерный носитель в позолоченном контейнере. Золото для передохранения этой эрозии. На контейнере выгравировать схему, изображающую способ преобразования полимерных данных в изображении. Обратный адрес наш. Карта пульсара в положении солнца в галактике. А также... Ну, блядь. Понятно, нихуя не интересно. Ждем сигналов из космоса, а сами бомбардируем бесконечность мощными импульсами. Словно стоим в темном лесу и кричим ау. Даже тонкий разум ученого нет-нет, да и зацепится за мысль о том, что в потенциально бесконечной вселенной не может не быть еще кого-то, наделенного интеллектом. Но что если в этом темном лесу мы не найдем себе собеседников просто потому, что у нас не будет общего языка? И речь не о языке людей. Конечно, представьте, что будет, если мы встретим форму жизни, которая буквально неведома. К примеру, математика. В ее парадигме нет места подобным системам. Мы, в принципе, не сможем наладить с ней контакт. И как следствие вопрос, сколько раз мы уже могли встретить что-то, в чем просто не признали иную форму жизни. Минобороны просят разъяснений касаемо сигналов из космоса. Видимо, мода на пугашке про пришельцев после шалости Орсона Уэллса покоя не дает даже самым башковитым. Я набросал им выкладки, сформулирую помрачнее и попроще для военных. И отошли. На данный момент у нас 5 рабочих версий повторяющихся сигналов из космоса. Нейтронная звезда. Когда звезда взрывается и умирает, она может превратиться в быстро вращающуюся нейтронную звезду. Мы считаем, что те из них, кто находится в зоне сильного магнитополя, могут излучать подобные странные сигналы. А, ну понятно. Это про космос. Этнос мало ебет. Так, вот еще штука. Так, товарищи. Работа с белым шумом. Прикрепленный фаз. Женя, нашел, нашел. Просто вот оно. Эврика. Едить. Настоящее послание. Послание из космоса. Предлагаю всем заинтересованным написать коллективное прошение о возвращении названия научного центра Попов. Прекрасно осознаю, что благодаря товарищу Сечину у нашей радиоантенны теперь вслушиваются в холодное дыхание космоса. Но ведь именно благодаря товарищу Попову эти радиоантенны вообще существуют. Ага. Секретное сообщение. О, товарищ писцов. Поздравляю вас с повышением подобности. Так. Наушный центр вам предоставить глубокое значение. Абсолютно. Абсолютно. Охуйня. Так, что за файл? Включи. Хе. Сигнал из космоса? А че не истина где-то рядом? А че написано-то? Сережа удалось. Слушай, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Пиздец, как интересно. По-моему, вы просто поймали радио деда какого-то, блядь. Ну, типа, да, какие-то голоса. Не торопись. Не торопись, вы лишний. А, и они говорят на русском, да? Удивительное рядом. Я всегда знал, что все пришельцы вообще русские. И что? Я всем не лёгаю. И че? Нет. Ты еще не готова. Дичь какая-то. Инкрирует, вера? Я уже жду развязки. Нужно подождать еще. Ты заебал? Заебал, да? Ну, пиздец, как интересно. Так, а тут че? Ничего, просто прикрепленный файл. Ты уволен! Катись к чертовой бабушке песцов! Ты, еблан, наблюдал радиовозмущения из космоса! Три года и ждал причальцев! Блядь, это была микроволновка! Чтоб тебя ветерит убил! Сил моих больше нет терпеть тебя, мудака! Ну, бывает, че? Каждый склонен ошибаться. Подумаешь, блядь. Нет, собака! Тебя меня не поймать! Ой, иди нахуй! Сейчас я все тут поутаю и ебалок я приду набью. А, вот это скорее всего на полигон спуск. Но мы потом туда спустимся. Сейчас пойдем по сюжетке. Можно ты откроешься? Спасибо. Кстати, а че? Можно же это? Лутать Володя пока что или нельзя? Не хочет. Ну, драться я с ним не хочу. Думал, его можно по-быстренькому завалить, но нет. Оно так не работает. Кстати, вот это надо убрать. Оно мне мешает. Блядь. Да, блядь. Да, сука. Во. Вообще, наверное, было бы логичнее сначала сходить с ним помахаться или что там будет, а потом уже приходить и обратно лутаться. А то он мне сейчас жопу набьет. Потом все вот это говно опять собирать. Не хотелось бы. Это не лутинг, блядь. Это пылесосинг какой-то. Очень много интересного прячут в ящиках, товарищи офисные работники. Я мысль. Ага. Вырвем восемь юношей, негров и зла палачей. Почему восемь? Нет гонки вооружений. Ага. Нет гонки вооружений. Наделаем роботов-убийцу. Вот это по-нашему. Так, ну вроде все. Я Исаак Антонович Днепрессан. Мне со временем не пользуюсь положением. Аппаратура придется на мой взаход системы США, управляющего спутника. На траекторию движения стили формирования на экране центра управления. Какая-то хуйня. Нахер. Неинтересно. Так, а вот здесь может быть что-нибудь интересненькое, нет? Нет. Так, ладно уже, пойдем за этим, за Петровым. А то я что-то прям увлекся здесь. Товарищ майор, Петров где-то неподалеку. Тише. Не мешало бы еще сохранить... Так, как это? А, печеньку надо найти, блядь. Ладно, продолжаем поиски. И куда идти-то? Ёф, сохраниться бы. Ну пошли. А тут можно спокойно теперь вообще ходить. Я тут всех выключил еще в прошлый раз, когда тут был. Когда пытался найти вход на полигон. Так, это нам наверх. Это нам где-то вот здесь вот... Нет, не здесь, с другой стороны забраться надо. Довольно долго они уже стоят отключенные. Не думал, что так долго будут стоять. Тем не менее, вот. Блядь. Тут я уже все знаю. Можно его на куски порвать? Он вообще оживет, нет? Да, ожил, смотри-ка. Здорово. Ну хоть давай помахаемся с тобой, а то что-то как-то скучно. Хожу тут один. Тем более, мне металлические детали нужны. На всякое разное. Печелка, привет. Вахту, сука, маленькая дрянь. На. Так, я, типа, пришел. Типа туда. Хорошо. Прошу прощения, что-то горляком какой-то, блин. Я вижу каждый твой шаг, псина. Молодец, че. Ты меня не остановишь. Оп, пещенька. Что дозволено Юпитеру? Не дозволено быку. Ой, пошел в пизду. Наркоман, ебаный. Так, где? А, с другой стороны. О! Дырка появилась. Нихера себе понял, че. А раньше дырки не было. Ну, еще голову давай поебем тут. Товарищ Петров. А, вот они. Че-то они меня вообще не боятся. Ну что, попались, голубки? Опа. Ай-яй-яй. Нечестно, крыса сзади, с шокером в очковину прям. Виктор, хватит! Довольно смертей! Да просто вырубил! Просто вырубил! Ничего, нормально. Товарищ майор, мужик крепкий. Его какой-то хуйней не убьешь. Достойно ли души смиряться под ударами судьбы? Или надо оказать сопротивление? Нет, это все неправильно. Это неправильно. Я не согласен. Нет, Лариса, извини, но я тебя не понимаю. Он здесь все разнес. А ты, ты... Я не разнес, я отключил. И сегодня погибло уже достаточно людей. Людей, Лариса! А это зверь! Цепной пес! По приказу Сечинова порвет кого уголк! Виктор, он прикован. Я запрограммирую лечение, и мы пойдем. Куда? За нами никто не придет. А все планы на побег уничтожила этот маньяк! Я знаю. Но мы что-нибудь придумаем. Сомневаюсь. Освободите меня, я обещаю, что все закончится быстро и безболезненно. Водл голос! Залайл! Видишь, он только очнулся и уже угрожает! Я хотя бы угрожаю. А скольких людей без предупреждения порубили в капусту твои роботы? Две, три тысячи, а? Виктор тут ни при чем! Он лишь вызвал локальный сбой! Локальный сбой? Какого хрена тогда на твоем Викторе ни царапинки, м? Что за бред ты несешь? Бред? В Вавилове. На ВДНХ. Здесь роботы атакуют всех без разбору. Всех, кроме вас. Почему, если вы их не контролируете? А? Что-то он немножко сумасшедший, по-моему, товарищ майор. Виктор. Ты же говорил, что не имеешь никакого отношения. Конечно, не имеет. Чего он там еще успел тебе наплести, а? Хм. Такой тролль. Это было необходимо! Простой сбой ничего бы не изменил! Как ты мог? А? Да, они сейчас друг друга поубивают, а потом мы уже спокойно пойдем отсюда. Ты же сама сказала, весь мир может погибнуть! Не, ну после того, как роботы восстали, конечно, блядь, шансы погибнуть у мира резко уменьшились. Это не трогай меня! Ха-ха-ха-ха. А ты действительно ей ничего не сказал? Ха-ха-ха. Абраменчик. Э-э-э, полегче. Хм. Хм-хм-хм. Тихо, тихо. Лариса, стой! Лариса! Да ничего тебя уже не спасет, козел. Так, а как нам теперь выбраться отсюда? Походу никак. А, перчаточка там уже у меня. Можно же как-то током там, наверное, шандарахнуть с самого себя, блядь. О, песня крутая. Опа. Ты кто, блядь? О, спасибо. А ты чей будешь? А-а-а, это мой. Непонятно, вот эта вот Лариса как-то, да, не совсем типичная для Советского Союза, у нее прическа, да? Есть такое, нет? Или я доебываюсь просто. Ну как бы выбритые виски, розовые волосы в СССР. Так, стопэ. Давай, раз у нас тут уже все отлично получилось с Сеченова и с центром Сеченова, мы спустимся в полигон. Как раз у нас там что остается по времени? Ну, минут 20, и думаю, у нас еще есть. Попробуем, успеем пройти. Поехали. Раз уж он у нас тут, вот прям вот здесь, то почему бы, собственно, не воспользоваться такой замечательной возможностью и не обыскать полигон, чтобы потом уже сюда не бегать. Тра-ля-ля, жу-жу-жу, я поймал на жопе вшу, черную, вонючую, сейчас ее замучаю. Бронированные телефоны, блядь. Да, нам же еще надо пуху новую испытать. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Блядь, ну выглядит внушительно. Ой, лейс. Ой, лейс, блядь. У него два вида атаки? Нет энергии. А! Оно то же самое, то что мой пистолет. Смотри, видишь, как энергия закончилась быстро. Короче, я молодец, я все расстрелял, блядь, еще до того, как... Так, энергию через некоторое время. Давай, я что делать, если я дурачок был? так что тут еще один научный полигон военные чертежи должны быть где-то здесь догадался хорошо слушай хранитель знаний откуда у тебя данные о военных разработках в якобы гражданских лаборатор тут ведь как скажем устройство созданную в чрезвычайных обстоятельствах для чрезвычайных ситуаций для агента по особым поручениям вы сами все прекрасно понимаете товарищ майор и возможно скоро пойти да очень странная штука точно ли ее создал сечина что-то мне больше кажется что это бабка создала бабка зинка мне кажется это ее и такое ощущение что бабка зина раньше сечиного сечиного блять короче с нечаевым да с товарищем майором они были знакомы мы когда к ней в избушку приходили она еще такая не помнишь меня типа ну что-то как-то вот так вот как будто расстроилась ладно покажет время игра покажет сейчас 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 что я сделаю сейчас я подойду вот сюда где вот и надо со склада набрать нужных штук тег 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 подожди а чё нет не сюда нам склада разбор да вот это чё за говно блин как его посмотреть правильно а переключился на навыки нет на навыки мне не надо переключите пожалуйста обратно я чё хотел то вообще так это же вот эта штука у нас лечит какая-то еще штука у нас еще чуть делает они это огненная штука это кассетник огненный кассетник это обычные лечилки короче пока выбирал тут я забыл а вот вот эту я хотел взять хуйню но мне ее некуда ложить вот это в принципе можно выложить вот это можно положить вот отлично пойдем чтобы было чем если чё да вот так вот можно кстати вставить в топор штуку да пойдет отлично ну теперь будем разыскивать а мы пришли отсюда блять я заблудился опана чертеж звездочка отлично будем делать будем испытывать так чё тут еще у нас они эту калитку я кажется видел здесь вроде бы все нет не все как-то блять а хуяся целый патрон для калаша пропустил с такой халатностью мы тут долго не протянем ой ёптить мое любимое необходимы для сбора информации об износа стойкости стройматериал а также здание и сару подселись на нагрузку на данном полигоне они проводятся на специальной виброплатформе имитирующие сейсмические колебания советской земли результаты испытаний призваны обеспечить безопасность советских граждан проживающих в строениях спроектированных бригадами предприятия тридцать восемь двадцать шесть ты отсюда куда теперь что-то мне кажется вот это хуйня тут лишнее ай чё делаешь дурачок не так же резко так 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 ну смотри 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 а куда смотреть-то я пока не понимаю что нам надо делать это не открывается да мы там и были в принципе с той стороны надо к а вот смотри по этим штукам нужно забраться вот отсюда могу могу опаньки и с той стороны тоже да все спрыгни так теперь посмотрим вот так отсюда я смогу запрыгнуть вот сюда оттуда в теории вот сюда а потом потом проползу здесь и запрыгну вон туда ну вроде бы довольно складно все звучит как она будет на самом деле тэгблэйд допрыгнешь ты до туда ну давай ротненький оп хорош ай блядь надо было рывок сделать забыл забыл за рывок ничего еще разок попробуем сейчас ну чё то мне кажется вряд ли он до туда прыгнет но я сейчас попробую с рывком должно получиться если не получится то будем искать какой-то другой вход так так здесь довольно узко блин оп отлично так пол пути прошли хорошо теперь чё здесь у нас вон туда нам нужно попасть хорошо давай смотреть внимательно за чё тут можно зацепиться и вообще вот это спускается медленней почему так надо вот сюда как-то попасть отсюда запрыгнуть вон туда ну-ка главное туда не упасть не хочу опять все эти манипуляции производить ать хорош ага так короче вот эти две штуки походу сделаны для отвода глаз чтоб ты такой типа подумал блять они же тоже шевелятся ими надо как-то вот что-то сделать блять нет они просто бесполезны где где лутягин вот он лутягин товарищ ээээээ чертёж открыт звёздочка дополнительная пила я хочу уже звёздочку делать я хочу сможешь делать не звёздочку полностью делай звездочку я хочу выкинь ты говно отсюда пришёл да вот здесь я прошёл потом вот сюда завернул вроде ничего не пропустил ладно пойдем дальше О, лутинг Точнее, пылесосинг, да, забываю постоянно По поводу того, что у девушки в Советском Союзе, да, не могло бы быть таких фиолетовых волос А вы бабок помните, блядь, с фиолетовыми волосами? Они-то как раз у всех из Советского Союза Хе, так что тут хуево знает Или вы уже не застали, может, таких бабок? Яд старый Я помню Хе-хе, бабок, блядь Так, ну и че у нас? А вот еще Еще что-то есть? Ну, вроде все довольно качественно Облутал Хорошо Так, здесь, походу, будет какая-то головоломка Здесь же я был, да? Да, здесь я был Здесь я вышел Там я посмотрел Вот это Да, здесь мы не пройдем А здесь что? Здесь ничего Значит вниз Так, теперь надо понять, че тут надо Это полимер? А, возможно, мы тут ничего и не найдем Больше Надо куда-то еще идти Или найдем? Нет, вот из этой комнаты, мне кажется Должен быть проход дальше Или не должен? Должен, но не обязан Ну, вон там я точно еще не был И как мне туда попасть? Здесь все закрыто Ну, я тут вроде все обыскал Значит, нужно вернуться А, не надо возвращаться Тут еще одна дверь есть Так, блэд Куда бы сначала пойти Ну, давай вот с этого коридора начнем Что там? Блядь, как будто кого-то трахали Ну-ка давай попробуем снежок слепить Хочу снежок А, недостаточно А, то есть звездочка Или снежок Подожди Недостаточно ресурсов А, у меня и на него есть И на вот эту Хочу вот эту Она, кстати, по-моему, была в трейлере Вот эта штука Я ее хочу Полностью хочу Так Ну, получается все пока что Ага Вижу Чудко Здесь ничего Могли что-нибудь запрятать в углу, нет? Не могли Отсюда я пришел Значит сюда Трупы необщительные тут? Нет Вообще необщительные Вон там какие-то механизмы И мне кажется, я туда хочу Наклонись ты Гидравлические испытания Это комплекс мероприятий Призваны изучить гидравлические свойства полимеров Различные классификации и типы Испытания проводятся на разных этапах Эксплуатации вещества Модулируются различные аварийные ситуации Ой, не надо аварийные ситуации модулировать Блядь, вот тебе аварийная ситуация Стоять, сучара Опа, опа, опа Нихуя себе Че это такое? Ах ты тварь Подожди Обидно Обидно, конечно Нихуя себе Еще бы было не обидно Меня тут размотали практически Надо новую пуху испытать Да иди ты лесом, блядь Противные голобки Да, блядь Нихуя себе они жарят Пиздец На Ёпс, хорошо Ой, блядь Где эта мразь? А, вон она Блин, такая отвратительная штука Иди сюда Ну, хорош ты прятаться Иди, как мужики Блядь, подеремся Где ты? Тю-тю-тю А че тебе? Плохо это? Нормальная пуха Ты че, блин? Во Ничего, такая веселая пукалка Блин, сколько я три хилки потратил на это дерьмо? Ну, вот эти колобки Точнее, не колобки, а блинчики Жарят довольно-таки сносно Сносят они прилично прям И быстро Че самое главное Чего? А, это типа может штука приехать и отремонтировать? Точнее, прилететь О Так, тут какая-то дырка потайная Нам сюда Хорош Че не делают? Такие пузы странные у них Так, ну, видимо, нам в ту дырку надо Пробраться Но я еще сейчас похожу, посмотрю Может, еще что-нибудь найду интересненького Так, вот здесь я тварь замочил Ну все Кажется, больше ничего тут нет Вот это что такое А, вон он Чемоданчик Чемоданчик надо взять Чемоданчики мы любим Так Отлично Ну, там Володьки колбасятся Нормально у них все, хорошо Не будем их отвлекать Эээ, стоп Где-то тут должна быть Дырка Вон она Очень важная для нас А как бы туда попасть? А, вон, оттуда туда попадают Я понял Так, можно, наверное, либо здесь подняться Либо здесь Но я предпочту здесь Потому что этот паркур сраный Мне не нравится Я уже слышу товарища Лутягина Хе-хе Ну, здорово Башка твоя алюминиевая О, на топорик На мое улучшение Облегченное Титановое Что-то там Доминатор Вихревой преобразователь Тоже сгодится Нужная вещь Не знаю, правда, что это Я с физикой не дружу Блядь, как-то так получилось Физика Вот, ну, в принципе Как бы Сам смысл Сам посыл физики Мне очень нравится Как бы Ну, в школе Вот у меня с физикой Вообще не получалось Видимо Не тот преподаватель Меня учил Ну, как бы, блин Что я помню Из школьного курса физики Это как бы Ну, то есть Не из курса физики А как нам преподавали То есть Нам тупо Пересказывали параграф И говорили Заучите Придите, расскажите Ну, то есть Интереса это Никакого не вызывало Конечно же А на самом деле Это предмет Очень интересный В общем Говорят, типа Ученики виноваты Типа, да Тупые Ни хрена не могут Не хотят учиться Но здесь Мне кажется Еще дохуя зависит Прям много От преподавателя Если преподаватель Смог преподнести Свой материал интересно То как бы Ученик Будет Хорошо его воспринимать Так что Не надо все Близ валивать на пиздюков Они не виноваты Ну Не всегда Скажем честно Я хочу Улучшать Вот эту штуку Я там как раз Что-то нашел Плазменный накопитель Нам нахер не надо Вот это что Берем Так Я что-то сломал По-моему, да Что-то смотри Уменьшение разброса Ноль Вообще Нахрен Зато урон Большой Я точно все сделал Правильно Подожди Подожди Повышение концентрации Активного полимерного Вещества В выпущенных снарядах Увеличивает урон Каждого отдельного попадания Сгенерированные оружием Снаряды В случае промаха Способны выходить На орбиту Вокруг цели С последующим поражением Противника Приведение О, вот это берем Это что-то Типа самонаводяще Да Ага Вот сюда Еще вкачаем, да Контроль отдачи Так, здесь Здесь все Здесь Ну вроде все Блин Только я не понял Что я тут сделал Что у меня так Все упало Остался только урон А, нет Не упало Нормально там все Короче, хуй знает Что-то наворотил Сейчас разберемся Еще момент Да, да Конечно Спасибо Еще Момент Можно прокачать Персонажа Наверное, да Да Вот штука Давай берем Еще раз Сохранимся Все Так Теперь Куда нам идти Я что-то, блядь, забыл Мы пришли Мы пришли Мы зашли отсюда, да Там был товарищ Лутягин Мы его Обокрали И теперь нам Скорее всего Вот в эту дырку Ну да Больше, блядь, идти некуда Кстати Только не падай, друг Нам же сразу Пиздец Если мы упадем Блядь, блядь, блядь Ой, блядь Я думал, все Пиздец Упали Даже немножко Обосрался Блядь, блядь, блядь Опа Кто товарищ Кто товарищ Лутягину Башку оторвал Что за беспредел Наверное, должны были дать чертеж Походу, товарища Лутягина Обокрали Товарища Лутягина Кто-то лутанул До меня, блин Что-то как-то Нечестно Это все О А куда вот ты, блядь, там перекатился Интересно В таком замкнутом пространстве О Крепыш Еще какая-то палка-убивалка Это мы берем Так Это куда выходит Дверь Непонятно Ну-ка, сейчас Подожди, вернемся обратно Я там еще одну комнату Не посмотрел Там, скорее всего Тоже что-нибудь прикольное Лежит А может и не лежит Ёптеть Шарики Хуярики Да, я, пожалуй В полимере доплыву А то я сейчас Нечаянно сломаю ноги Или еблет Пискари плавают Или плотва Блядь, как-то страшно А там полимер внизу Понял, что? Смотри, ну если я сейчас Туда спрыгну Я назад уже не вернусь А вон та комната Ну-ка, сейчас еще раз Хожу туда Что-то вот непонятно Куда тут идти Немножко Стоп Где-то здесь Родин появлялась Нажать Кто-то там меня искал Вот здесь, смотри Че это за комната? Я там, кажется, не был Но прыгать вниз я не собираюсь А, скорее всего Я сейчас прыгну И попаду в полимер Ракеты для крепыша А, это ракеты для крепыша Ну нет, сюда я Пожалуй Не пойду Нет Опасно Ну значит я все правильно сделал Надо туда сейчас спускаться Прыгать в туннель И мы как раз вниз попадем Ну и ладненько Эээ, Тегблэйд Стоп Последний просмотр Все норм Поехали Главное Не убиться нахуй Ай Ну серьезно, блин Я с такой высоты спрыгнул А тут Пиздец, блин Так, 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 так Возможно Этими штуками Че-то здесь нужно будет открыть Сейчас будем смотреть А может они просто так Валяются Для красоты А, во Че-то нихуя не работает У вас тут, блядь Опять все сломали, суки Ну-ка, иди сюда Ебаные рукожопы, блядь Вечно все ломают Потом хожу им, блядь Тут все ремонтирую Сейчас все заработает Товарищ Нечаев Разберется А это пиздец Инвалид Шлеп Все Сейчас должно Открыться Вот Чуденько Надеюсь я все нашел Че, охуела что ли Так, значит Надо как-то все быстренько Тут делать Побежали, побежали, побежали Побежали, побежали Побежали, побежали Быстрей, 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 быстрей Быстрей О, успел Так, и че у нас тут Оп, стопэ Дверь Дверь, калитка Калитка, калитка Дверь Дрем, дрем, дрем Дрем, дрем Дрем, дрем Дрем, дрем Дрем И че? И нахуя оно мне? Недолет Блять Проебал шарик А че делать Тут у тебя А, смотри Еще один упал Значит они мне куда-то нужны Ну давай возьмем Попробуем Походим Посмотрим Куда можно шарик вставить Так, вот здесь Че-то как-то можно Вроде попрыгать Сука, шарик проебал опять Главное не разбиться А, вон туда его надо Где шарик мой, блять? Шарик где, блять? Сука, шарик отдайте, блять Бегеть Ну че ты бросаешь-то его постоянно? Блять А как мне с ним запрыгнуть? Ебаный по голове Вот сюда положи его Вот так Хорошо Почти Надо выше брать Где-то вот так Шарик-то верните, блять Че, за новым бежать что ли? Сука А отсюда я никак А че я голову ебу реально? Любишь ты себе сложности делать Ну, я бы попросил Побыстрее Если, конечно, можно Так Главное не ебнуться теперь Со всей силы Да Типа вот так И почему Ты, сука Не зацепился? Почему Ты не зацепился? Ебаный ты Козел Я ж долетел до нее Я ж вот в нее, блять Врезался в этот уступ Сука Так И где я? Че я? Кто я? Куда мне, блять? А Понятно Ну, хотя бы так О, подожди Я бегать научился? Или нет? Или мне показалось внезапно? Да Мне просто показалось Быстро 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 Оп Хорош Так Подожди, а где? Че, кого? Ой, я сюда не заходил как-то А тут и нехер делать, в принципе Ну как, нехер Можно было зайти и сохраниться Вот так вот, например Так Ну, тут уже, в принципе, все понятно Осталось только Все сделать И попасть Блять Туда, куда надо Пойдем Ну, воткни это говно Спасибо Если ты сейчас Не захватишь Не ухватишься За этот Вот этот Вот этот Блять Уступ Я буду очень Зол Товарищ майор Не надо так Фу Блять Я на секунду подумал Что сейчас опять Нихера Не захватит Так И че? Ага Блять Паркур кривой Хорош Может Может вверх? Как ты думаешь? Нет, не вверх А вот Стой Куда Блять Так Ага Ага И че? Так Допрыгни Будь ты человеком Не знаю Почему я в эту сторону Пополз Но мне почему-то Кажется, что надо сюда Но это не точно Хорош А, тут сундучара Вот я что-то Пополз Так Теперь Че теперь-то Блять Как отсюда выйти? Куда вообще идти? И зачем? Надо как-то Вон туда Ну отсюда я запрыгну Допустим на трубу Я только сейчас С нее перепрыгнул Да? На картах сиди Смотри Молодец, блять Хотел прицелом На него навестись Блять Ну ладно Ты че, блять? Пиздец, блять Блять Более кривого паркура Я еще нигде не видел Ну ты же видел, да? Ты же видел, что я вот Прям прыгнул, сука Четко, блять В уступ Я в него нахуй Врезался Но этот Еблан Не зацепился И упал, блять Пиздец ты молодец Ладно В следующей серии Тогда отсюда вылезем Че-то мне уже начинает Та хуйня Подбешивать Ставьте лайк Подписывайтесь на канал Если понравилось видео То пишите в комментариях Поебись Четко С вами был Генрич Всего хорошего Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok